Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Про питание, профилактику, лечение. В том числе и народными средствами. Сегодня решил написать видео на очень важную и интересную тему. Шведский стол в школе. За и против? Польза или вред? Как же обеспечить правильное питание школьнику? В принципе, я за шведский стол в школе. Но! С учетом нескольких очень важных моментов. Не так просто накормить ребенка в школе. Несколько видео есть на эту тему на моем канале. Можете найти, как собрать ланчбокс в школе. Как правильно организовать питание ребенка в школе. Но! В этом видео, просмотрев ее до конца, вы узнаете основная цель шведского стола в школе. Вы также узнаете, какие основные сложности для реализации шведского стола в школе. Ну и все-таки шведский стол быть или не быть. Смотрите видео дальше. Дальше будет еще много интересного. Какую же основную цель должен достигнуть шведский стол? И почему он появляется в школе? Потому что основная цель родителей – накормить. Она проста и понятна. Поэтому шведский стол, поэтому большее разнообразие блюд. И хоть что-то ребенок съест. И если это ваша основная цель, вы на ложном пути. Знаете, почему дети отказываются от определенных продуктов питания? От определенной пищи? Да она у них просто не способна полноценно перевариться. Поэтому дети уходят на более простую в переваривании пищу. Они поели овощи и фрукты. Но их нужно жевать. Поэтому они переходят на конфеты, на кондитерские изделия. Вы от них их прячете. Пытаетесь заставить съесть кусок мяса или рыбы. А если пищеварительная система скомпрометирована. Мясо или рыба гниет в кишечнике. Ребенок отравляется полноценной здоровой едой. И все ему плохо. Ребенку плохо. У него снижается аппетит. Что делает большинство взрослых, если у них возникают проблемы с пищеварением? Они переходят на диету. А что делает большинство взрослых, когда проблемы с пищеварением появляются у ребенка? Заставляют есть. Вот где логика? Если же не очень здоровому ребенку еще и дать свободу выбора продуктов питания. Вы думаете, он лучше вас разберется? В том, что ему больше подходит? Инстинкты, к сожалению, у детей уже не работают. И чаще не ведут к выздоровлению. А заводят в еще больший тупик. Недавно ко мне обращалась за помощью одна компания. помочь упорядочить питание детей в школе. Теми кондитерскими изделиями, которые на сегодня присутствуют на рынке. И задача оказалась практически неисполнимой. Да, были найдены несколько видов мармелада, зефир, казинаки. Батончиков несколько видов. Которые, да, не вызывают сомнений. Они практически из натуральных ингредиентов. И остановить может только аллергия на какой-то из компонентов. Но! Остальные продукты питания. Остальные кондитерские изделия. На полке могли оказаться только лучшее из худшего. И шли по пути. Лучше пусть ребенок съест вот этот батончик. с двумя ешками или с кулинарным жиром. Чем пойдет супермаркет и выберет любой продукт. Аналогичный значительно худшего качества. А основная цель шведского стола. Не накормить. А учитывая индивидуальные особенности пищеварительной системы ребенка. Ввести в нее соответствующие продукты питания. Которые там полноценно переварятся. Потом попадут с кровью на ревизию к печени. Где будут отфильтрованы. И они лучше фильтруют. Печень лучше фильтруют у мальчиков. Прошедших половое созревание. У всех остальных. К сожалению печень работает как фильтр не самым лучшим образом. А после печени с кровью. Вот эти продукты пищеварения. С тем что оказалось рядом с ними. Должны дойти до клеток. И там выполнить свою функцию. Поучаствовать в обмене веществ. Но! Чем отличается растущий ребенок от взрослого? Взрослый. Он уже прошел самый сложный период своей жизни. То есть период развития. Формирования и совершенствования. Ему нужно только поддерживать. То что он уже накопил. Ребенку значительно сложнее. Ему нужно из тех современных продуктов питания. Взять максимум полезных веществ. Чтобы еще и строить органы, ткани. Развиваться, совершенствоваться. У ребенка значительно сложнее задача. Поэтому задача родителей. Задача взрослых. Как раз и обеспечить шведский стол. Но! Максимально натуральными ингредиентами. Которые максимально подходят для пищеварительной системы конкретного ребенка. Если ваш ребенок здоров. У него рацион продуктов питания шире. Если у ребенка есть какие-то особенности в работе как минимум пищеварительной системы. Рацион продуктов питания на какое-то время будет уже. Пока его пищеварительная система не станет работать лучше. Не сможет переварить полноценно больше. И эти особенности нужно учитывать. Это фактор номер один. Но! Если вы хотите, чтобы в вашей школе работал шведский стол. Нужно учитывать еще и некоторые сложности. Которые могут возникнуть легко и просто. Они видны невооруженным глазом. Но! Для некоторых могут возникнуть неожиданно. И чтобы вы не попали на эти неожиданности. Смотрите это видео дальше. Я вам расскажу основные моменты. Которые осложняют реализацию шведского стола в школе. Как правильное питание. Какие же основные сложности для реализации шведского стола в школе? Ну если это будет шведский стол. В привычном нам виде. То есть все блюда фактически открыты. Какие-то уже прошли тепловую обработку. И находятся в теплом состоянии. Какие-то не подвергались тепловой обработке. То массовых отравлений в школе просто не избежать. На курорте вы не всегда сможете за своим ребенком уследить. Полностью его контролировать. Тут у него что-то упало. Что-то поднял. Куда-то переложил. А в школе на одного учителя. Их 20-30. А может и более. И прием пищи ограничен переменой. Я помню, когда я был в школе. Щелчок. И мы летим все в столовую. Побыстрее занять очередь. Оказаться первым. Кто из нас мыл руки? И пока ваш ребенок моет руки добросовестно, чтобы прийти в столовую с чистыми руками. Первый же опередивший его с грязными руками. Может легко и просто набросать кучу грязи и разных бактерий в продукты питания. И массовое отравление легко и просто. Объем порции. Кто ее будет контролировать? Нужно побыстрее. Время. Цигель-цигель. Перемена. Ребенок наглотавшись как утка. Может легко и просто сорвать себе следующий урок. Хорошо, если это будет не физкультура. Ему полный желудок не будет мешать бегать. Лучше, если это будет урок математики. Или контрольный. Ну проспит ребенок полурока. Пока будет переваривать пищу. Пока у него кровь будет находиться в пищеварительной системе. А мозг будет отдыхать в нирване. Свободный выбор продуктов. Также это неправильное питание. Ребенок сам себе может выбирать все что угодно. Но. Зачем изобретать велосипед? Если велосипед уже давно изобретен. Его просто нужно и можно немножко совершенствовать. И об этом вы узнаете. Как же все-таки реализовать шведский стол в школе. Вы узнаете прямо сейчас. На самом деле шведский стол в школе давно работает. Правда он называется не так романтично. Он значительно проще называется. Называется просто меню. Разработанное диетологом. На каждый день. Неделю. Месяц. Это меню взаимосвязано. В нем учтены основные потребности ребенка. Да. Я понимаю. Меню может быть скромным. Вы смотрите. Оно на ваш взгляд не такое полноценное. Не такое разнообразное. Да. Но оно разработано в соответствии с теми финансами. Которую чаще всего выделяет государство. На эти цели. И в которые входят все-таки необходимые для роста и развития детей продукты питания. Если родители хотят дать детям больше. Без проблем. Дополнительные финансы. И дополнительные продукты питания. Которые опять таки вложит в меню диетолог. Чтобы дети не страдали от переизбытка одних компонентов. И недостатка других. Чтобы дети не уходили на фрукты и конфеты. С все-таки необходимого им мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов. Как это может быть оформлено? Да. Хотите чтобы это было по-иному оформлено? Без проблем. Есть наборы. Ну как в самолете. Два-три набора. Из продуктов питания. Которые взаимозаменяемы. Которые могут выполнять похожие функции. И ваш ребенок находится перед выбором. Да. У него реально шведский стол перед ним. Несколько наборов разных. Из которых он берет один. Но каждый набор разработан диетологом. И фактически при наличии выбора. У ребенка нет выбора. Он питается правильно. Он питается полноценно. Он питается по системе. Без проблем. Хотите контролировать? Там могут быть какие-то электронные браслеты. Ребенок может из какого-то аппарата. Подойдя к нему. Отметиться, что это он. И взять тот набор, который он считает нужным. А вам придет сообщение. Что ваш ребенок сегодня ел то-то, то-то и то-то. И все прекрасно. Ну правда если у детей есть какие-то заболевания. Особенно гастроэнтерологические. Они внесут свои коррективы в эту систему. Выбор простой. Могут быть один-два набора для диетического питания. И опять-таки ребенок находится перед состоянием выбора. Вот этот или этот. Но в любом случае он получает диетические продукты питания. Для своего организма. И имеет возможность и полноценно их переварить. И усвоить. А соответственно. Самая большая цель. Ребенок растет. Ребенок развивается. Ребенок формируется. И все довольны. И дети довольны. У них шведский стол и выбор продуктов питания. И родители довольны. Потому как шведский стол контролируют родители. Контролируют прежде всего диетолог. И все спокойны. Всем здорово. Вот на этой позитивной ноте. Я это относительно короткое видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. Но надеюсь что одно из ближайших видео. Будет касаться шведского стола. С которым сталкиваетесь вы взрослый. Когда едете на курорт. Едете в какой-то отель. Там очень часто присутствует шведский стол. И результат употребления этого шведского стола. Во многом напомнил бы тот результат. Который можно организовать детям. Если дать им свободный выбор продуктов питания. Ведь большинство взрослых тоже имеют свой набор различных заболеваний. Который изменяет качество. Вернее значение разных продуктов питания. Для вашего здоровья и активного долголетия. Смотрите видео на моем канале. Для того чтобы вы их не пропустили. Не забудьте на него подписаться. И вам будет проще находить и другие видео. На те темы по здоровью которые вас интересуют. Ну и получать уведомления о том. Когда новые видео выставляю я на свой канал. До новых встреч на моем канале. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...